Окский природный биосферный заповедник – одно из красивейших мест области. Тихие леса-мещеры укрывают один из старейших заповедников России. 82 года исполнилось Брыкину-Бору в год экологии и в год столетия заповедных зон России. Нам приятно, что в год особо охранения природных территорий 10 из города, ну из Лизанской области, к нам приехали. Рассказывать можем часами и долго. Мы начнем сначала с нашего здания, экологический центр, который создавался при большой помощи Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Когда-то это было все здание разрушено, а сейчас в нем уже можно провести экологические уроки. Окский биосферный заповедник давно находится в тесном сотрудничестве с РНПК. Компания поддерживает охраняемую зону, насколько это возможно. Руководство заповедника озвучивает свои проблемы или задачи, а РНПК согласует и помогает финансово. Так и в этот раз приехали не с пустыми руками. Мы с глубоким уважением относимся к той деятельности, которая ведет обский биосферный заповедник. И с большой гордостью сейчас, включая этот человек, мы будем чувствовать себя немножко причастными к тому большому делу восстановления, охраны и сохранности всего биологического многообразия, который есть у нас в прекрасном вещере. Если когда были пожары, мы приобретали пожарную технику. Если возникают проблемы с браконьерами, бывают важны то снегоходы, то автомобили. Вот сейчас мы хотели бы, кроме фотоловушек, еще приобрести квадрокоптеры, которые очень помогают. Как для науки мы снимаем редкие виды на эти фотоловушки, так и в работе с браконьерами. Урок экологического воспитания – это возможность донести до юных умов, что сохранение природы – задача каждого из нас. В Окском биосферном заповеднике у ребят была возможность окунуться в мир дикой природы. Для некоторых это первая встреча с редкими животными. Батается, они не кусаются, это не лошади, они как-то особо кусать не умеют. Ну, поднуть может, не, не надо. На этот раз экологический урок прошел для ребят из Турлатовской школы. Известный биолог-натуралист Иван Назаров показал школьникам свои снимки, на которых запечатлены моменты жизни обитателей Мещерских лесов. Все эти кадры сделал он сам, поэтому у всех снимков есть маленькая история о лесном жителе. Подчеркнул фотохудожник и то, что каждый из нас в ответе за сохранение дикой природы. Мир природы очень хрупкий, и им, будущим поколениям, предстоит его укрепить. Во-первых, нам очень понравился этот экологический урок. Большое спасибо организаторам этого урока. И я думаю, что для детей это очень большая польза. Во-первых, год экологии, это все нам очень близко. Кроме всего, в рамках урока ребятам рассказали о работе экологической лаборатории РНПК и о мероприятиях, которые предприятие проводит в целях сохранности экологического климата. Научно-практические конференции для школьников, экскурсии в заповедные места, экологические акции. РНПК в очередной раз дает установку на ведение социально-ответственного бизнеса.